Сверчки. Сейчас все. Лапша из сверчков. Печенье тоже. Лапша домашняя. Вот сами сверчки. Вот. Вот это вот они делают производство из сверчков. Вся продукция, все что есть нельзя страшно. А где это находится производство? В Ставрополе. В Ставрополе? Да. Это из сыра? Ну, относительно. Относительно большое. А это что, сыр? Вот это сыр. Попробуем? Боже, сохрани. Правильно, боже, сохрани. Еще в левитах, да. Попробуйте там. Нет, в левитах мы сняли, что можно есть у нас саранчо. А вот так описывают свою продукцию производители. Кормят сверчков неплохо. Я и сам бы поел такой еды. Из сверчков делают много полезной, по утверждению производителей, продукции. К примеру, снеги. Под пивко, да. В которое, тоже, можно добавить порошка из сверчков. Для особых ценителей. Само собой. Для кого же была разработана эта прорывная еда будущего? Может быть это еда для бедняков, которые не могут позволить себе мраморную говядину? А вот и нет. Это еда будущего. Опять же, по утверждению производителей, предназначена для успешных людей, заботящихся о своем здоровье и об экологии. Нормальный ход. Правда. А вот некоторые. Странные люди не рады своему счастью. Интересно, почему? Громких соседей здесь слышат уже второй год. Под такой стрекот не могут уснуть не только дети, но и взрослые. Ну, когда сверчки свечат, оно неприятно, на нервы действует. Не уснешь. Ночью звук усиливается многократно, а по вечерам насекомые приходят в гости. Встретить их можно в самых неожиданных местах. Каждый вечер у нас появляется новый здесь жилец. Либо в ванной, либо он бегает в коридоре. Они не маленькие, да, там как таракашки. Они сантиметров по пять, по шесть. Откуда взялись сверчки в многоквартирном доме, люди не знают. Между тем, эти насекомые привычные обитатели городов, говорят ученые. Зачастую мы их не замечаем, но они всегда рядом. И чего народ мучается только. Наловили бы и съели бы своих сверчков, пожарив или сварив. Под пивко. Бон аппетит. Продолжение следует...